Всем привет! Сегодня прошло ровно две недели, как настаивается моя настойка для домашнего джина. Вот такая у нас стала коричневая, красивая, коньячного цвета. И пора приступать к перегонке. Перегонять я буду вместе со всем вот этим содержимым, с начиночкой. Но, чтобы это не пригорело, я использую вот такую штучку типа фальш-дно, на котором все мои специи, травки, ягодки будут спокойненько лежать, и ничего не пригорит. Так, для того, чтобы все это процедить, пока это уберем, мне понадобится дружочок. Все это я процедурую через двухслойную марлю. А потом в этой же марле завяжу все в мешочек. Переливаю. Вот, и вся эта красота пойдет у нас в куб. Все, теперь вот так вот я все соберу. Чтобы не развязалось, завяжу веревочкой. Так, ну все, в принципе, готово. Дружочок убираем. Так, ставим вставочку. Ставим фальш-дно. И вот так вот все это будет у меня перегоняться. Значит, у меня была настойка на спирту 70-процентная, поэтому для того, чтобы сейчас мне разбавить свой, скажем так, свою настойку до приемлемой для перегонки крепости, мне надо добавить в куб, ну где-то полтора литра, а может 1,6 литра воды. Настойка у меня 70-процентная, примерно 1,2 литра. Так, вот она, уже отмеренная водичка. Добавляю. Так. Ну и, в принципе, все. Можно собирать аппаратуру, ставить кубный разгон. Значит, а перегонять я буду сухопарником, в который добавил вот еще немного можжевельника, для того, чтобы вкус и аромат вот елочки был у меня более выраженный. Потому что при перегонке я заметил, что, видимо, на такое количество настойки целой палочки корицы было многовато, и аромат корицы стал слишком выделяться. Поэтому, чтобы это компенсировать, я добавлю в сухопарник вот такое небольшое количество давленного можжевельника. Все. Приступаем к сборке аппаратуры. Ну вот, аппаратура собрана. Пока куб разгоняется, подготовим все для отбора. Значит, хотя настойка у меня была и на полностью чистом медицинском спирту, тем не менее, я отберу немного голов. Вот, я думаю, такой рюмочки будет достаточно для отбора голов поставим вот так. После отбора голов уже буду основное тело собирать вот в эту баночку. Собирать буду до... продолжать, вернее, отбор где-то до 50 градусов в струе. Вот, и крайнюю часть буду отбирать уже по спиртометру вот в 50-миллилитровой емкости. Значит, обратите внимание, сухопарник пока я поставил маленький. После отбора голов уже я его заменю на тот, который я подготовил с можжевельником. Все, ждем, пока пойдут первые капли голов. А за процессом пристально следит зверь. Наш своеобразный отдел по контролю за качеством. Лейка. Вот, я заканчиваю на таком количестве отбор голов. По капельно не получилось, слишком быстро разогнался куб. Поэтому меняем сухопарник. И продолжать мы будем уже отбирать тело. Головы получились такие, достаточно ароматные. Хорошо слышно запах можжевельника. Так, вставляем. Ну, все, теперь можем добавить нагрева. И ждем, пока сейчас пойдет. Отбор основного тела. Ну вот, я отобрал порядка 800 миллилитров джина. Дальше отбор продолжаю через 50-миллиметровую колбу. Потому как уже идет примерно 56, может так, 57 оборотов. Так, вот у нас, что получилось в сухопарнике. Температура паров 80,5 градусов. Так, продолжаем отбор. Но уже осталось недолго. До хвостов. Ну вот, подходит к концу отбор основного тела. Заканчивая я примерно на 46, а не на 50. Ну вот, как раз вот эта мензурочка наберется. И все. Все остальное хвосты. Вот, порядка литра у меня получилось. Может быть, чуть-чуть меньше. С учетом вот этой емкости. Все. Отбор моего джина закончен. Вот итог перегонки моего джина. Около литра. Общая спиртуозность. 74, может быть, 73 оборота. По ариометру от 100 до 70. Ну вот, итоги перегонки моего джина. Порядка литра 650 миллилитров. Разбавленного до 45 градусов. Теперь эти бутылочки пойдут в темное место на отдых. И через пару неделек можно будет дегустировать. Вот теперь уже точно. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Пока.